Собрание проводил заместитель руководителя района администрации Максим Шерманов. Он выразил признательно всем участникам встречи за их неоценимый труд и сплоченную работу. Коллеги, в первую очередь разрешите вам всем здесь присутствующим выразить слова глубокой признательности и благодарности за ваш труд. А это реальный труд, я как член Садового товарищества прекрасно знаю, что значит быть председателем. Поэтому мы здесь собрали знаковых людей, которые болеют за свое дело и людей, которые в одночасье у нас в связи с исполнением своих нештатных добровольных обязанностей становятся и спасателями, и врачами, и полицией, и все в одном флаконе. Один из основных вопросов повестки дня – выработка и практическая реализация мер по предупреждению ликвидации природных пожаров, а также недопущение неконтролируемых палов травы в весенний период 2016 года. Не первый год России сталкивается с серьезными форс-мажорными ситуациями и катаклизмами. Охрана лесов от пожаров в настоящее время является одной из главных задач лесной отрасли. Наиболее существенные потери лесных ресурсов, а также угрозы чрезвычайных ситуаций происходят в результате природных пожаров. Владимир Старожук акцентировал внимание участников встречи на том, что дежурным необходимо проводить патрулирование на территориях своих садово-некоммерческих товариществах. Он отметил важность соблюдения требований пожарной безопасности, ведь пожар легче предотвратить, чем потушить. За первый квартал этого года на территории Денцовского района Московской области произошло 56 пожаров, что на 15,2% меньше аналогичного периода прошлого года. В этом году допустили гибель одного человека, в том году было 4 за истекший период. Директор Денцовского муниципального учреждения ЕДТС напомнил участникам собрания, что по номеру 112 можно звонить в любой экстренной ситуации, даже без сим-карты, без денег на счете и заблокированной клавиатурой телефона. Вам необходимо проинформировать население на своей территории о том, что при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествии или угрозе их возникновения, население звонило по телефону 112. Я акцентирую ваше внимание, что по этому номеру можно позвонить, даже когда баланс на счету телефона уже отрицательный или сим-карты отсутствуют. Все равно наш оператор примет это сообщение. Второй не менее важный вопрос касался организации работы по охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, противодействию незаконной миграции и распространению наркотических средств в весенний-летний период 2016 года. Люди обеспокоены многими вопросами, в их числе вырубка плохих деревьев, организация оперативной работы противопожарной службы, установка систем видеонаблюдения. В конце собрания участники сошлись во мнении, что при взаимодействии районных властей, полиции и других уполномоченных органов важно использовать то лучшее, что было наработано десятилетиями. Мила Тарасевич, Артем Момоносов, телекомпания Одинцова.